В этом видео так полюбившаяся вам рубрика «Как обрабатывать», в которой мы раскрываем секреты топовых фотографов. И сегодня у нас на арене популярный фотограф из Манилы, столицы Филиппин, Бенжи Вилена. 880 тысяч подписчиков в Инстаграм. Его обработка занимательна своим кинематографичным коричневым кофейным оттенком, все как вы любите, зеленоватым, легким, изумрудным цветом в темных участках изображения. И все это в совокупе с интересными сюжетами и ракурсами, как нельзя лучше передает дух и атмосферу Юго-Восточной Азии. И сегодня мы с вами обработаем вот этот снимок, раф-файл которого будет лежать по ссылочке в описании к этому видео. Нажимай на паузу, скачивай фотографию, открывай ее в Lightroom, либо в камера RAV, неважно. Ну а если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть на мой сайт, там тебя уже заждались пресеты в подарок. Ну а мы больше не будем терять времени и поехали. На фотографиях Бенжи мы с вами видим приглушенные кинематографичные оттенки, которые введены в теплый цвет. И давайте мы первым делом попробуем поиграться с цветом. Перейдем в панель HSL. Итак, первым делом у нас красный цвет, давайте мы уведем его в плюс, сделаем более теплым. Пожалуй, где-то, наверное, 50. Оранжевый, наоборот, приблизим к красному, но немного, где-то примерно, я думаю, что на 8, на 9, пожалуй, я остановлюсь. Желтый тоже сделаем слегка покраснее и где-то примерно на минус 45 я увожу тональность желтого цвета в сторону красных оттенков. Зеленый мы сделаем, наоборот, похолоднее в сторону изумрудных оттенков. Это приблизит нас к той тональности, которая у Бенжи расположена в теневых участках. И, пожалуй, это значение где-то будет у меня, ну, наверное, где-то плюс 25. Цвет морской волны. Цвет морской волны мы сделаем, пожалуй, ближе к синим оттенкам и остановимся где-то на уровне плюс 40. Далее синий мы уводим в сторону изумрудных оттенков и остановлюсь, я, пожалуй, где-то на значении минус 15. Избавимся от фиолетовых и пурпурных оттенков. Полностью фиолетовый ползунок уводим влево, минус 100, а пурпурный вправо, плюс 100. Так, теперь давайте мы уберем лишнюю насыщенность. Красный я понижаю насыщенность где-то примерно на минус 35. Оранжевый тоже давайте убавим где-то примерно на, наверное, минус 45. Я не хочу, чтобы цвет кожи у людей на фотографии был слишком яркий. Желтый снизим побольше, где-то примерно на значение, пожалуй, 65. Зеленый. Давайте зеленый уберем посильнее на минус 90. Так, цвет морской волны мы тоже сделаем бледненьким и где-то примерно на значении 65. Синий я убавлю, пожалуй, на значение минус 35. И фиолетовый и пурпурный убавлю посильнее на минус 75. И тот, и другой. Теперь давайте оранжевый мы в яркости слегка добавим, сделаем его поярче. И где-то на значение плюс 20. Далее, друзья, мы переходим с вами в самый низ, в калибровку. И здесь тональность красного сделаем потеплее. Я думаю, что где-то, пожалуй, плюс 5. Насыщенность при этом не трогаем. Зеленую введем в сторону изумрудных оттенков. Ну, буквально где-то на плюс 5 убавим его насыщенность. В калибровке зеленый отвечает не только за зеленое, а за другие цвета. Вы когда покрутите это, заметите. И где-то сделаем на минус 10. Создаем такую достаточно приглушенную картинку, потому что дальше мы ее будем тонировать. И синий канал давайте уведем влево. У меня это будет минус 10. Синий канал, когда мы вводим в сторону изумрудных оттенков, во-первых, он меняет тональность синего цвета. А во-вторых, он делает более интересным оранжевые оттенки. Обратите на это внимание. Насыщенность при этом мы тоже, пожалуй, слегка прижмем. Ну, ненамного. Тоже где-то на 10. Ну, может быть, на 15. Минус 15. Теперь, друзья, предлагаю поработать в базовых настройках. И давайте я экспозицию немного понижу. Он на своих фотографиях делает то же самое. Как мы видим, фотографии все такие достаточно темненькие. Пожалуй, минус 0.11 на значение я остановлюсь. Далее, друзья, контрастность мы с вами уберем посильнее на, где-то, пожалуй, на минус 75. Потому что мы дальше будем работать с кривой. И мы необходимую контрастность вернем при помощи кривой. Светлые участки мы сильно гнобить не будем. Я думаю, что где-то на минус 5, пожалуй, я остановлюсь. Тени давайте мы сделаем посветлее. Ну, может быть, даже давайте пока сделаем плюс 100. Создадим бледное полотно, чтобы нам дальше было интересно работать с кривой и с тонированием. Белые мы тоже прижмем. Ну, не сильно, где-то на минус 15. А черные добавим наоборот. Я думаю, что где-то на значение плюс 50. 51. Текстуру не трогаем. Добавим немножко четкости. Буквально на значение 5. Давайте в картинку вернем красочность. Добавим где-то, наверное, плюс 30. Красочность у нас, как правило, двигает вверх холодные оттенки. Синий в основном. А насыщенность, как правило, теплые оттенки. И насыщенность много делать не будем. Добавим где-то, наверное, пожалуй, плюс 15. Да, получили такое бледненькое полотно. И теперь давайте поработаем с кривой. Как вы видите, что кривая разбита на маленькие и средние кубики. Чтобы движения в кривой были плавными, удерживайте сочетание клавиш alt и shift. И давайте мы точку черного поднимем где-то примерно до середины нижнего квадрата. Далее мы самую среднюю точку опустим чуть-чуть пониже дефолтного значения. Смотрим, конечно же, на изображение. Левый отрезок примерно поделим на две части. Поставлю я точку вот здесь и вот здесь. И теперь давайте потянем сначала вниз нижнюю точку. И за ней следом соседнюю, правую. И еще. И еще. У нас возвращается контрастность. При этом остается такая легкая кинематографичная дымка. Фотография должна казаться как бы слегка матовой. Удерживая сочетание клавиш alt и shift, а им точку посередине. Чуть-чуть опускаем совсем немного. А вот точку белого мы прижмем посильнее. Уберем излишние белые участки. Ну что же, пожалуй, на такой кривой мы остановимся. Дальше основной контраст мы сможем подрегулировать при помощи ползунка контраст. И я, наверное, так и сделаю. Общий контраст я где-то выведу в положение на минус 50. Таким образом, повысив контрастность на 25 ступеней. Далее, друзья, переходим в цветокоррекцию. И давайте посмотрим, найдем на этой фотографии те самые изумрудные красивые теневые участки. Поэтому начинаем работать с тени. Выделяем теневой сегмент. Насыщенность делаем посильнее где-то на 50. И тону двигаем, ну, я думаю, что это значение, наверное, 185. Но такую сильную насыщенность мы, конечно, оставлять не будем. Давайте мы приберем ее даже не на 15, а, наверное, посильнее где-то на 10, на 12. Ну, сделаю я, пожалуй, на 10. Тонировка сильно не должна бросаться в глаза. Яркость мы убавим в тенях. Сделаем еще немножко поконтрастнее. Где-то, пожалуй, минус 15. Нажимаем на глазик и смотрим до, после. Фотография стала наша такая изумрудная. Это еще не все. Двигаемся дальше. Так, перейдем в светлые области. Средние мы с вами трогать, пожалуй, не будем. В светлых участках мы с вами насыщенность давайте сделаем на 100. Так будет заметнее какую тонировку нам выбрать. И светлые тона у нас должны быть такие серо-желтенькие. Поэтому, пожалуй, где-то это значение, наверное, 50. И теперь мы его снизим, ну, примерно до значения, наверное, 40. Сделаем посильнее. И перейдем еще в общую цветокоррекцию. Здесь насыщенность также мы сделаем где-то 50. 27, пожалуй, это тот самый такой коричневый, шоколадный или кофейный цвет, как его называют. Но при этом слегка убавим насыщенность. Теперь давайте вернемся в тени. И обратим внимание на два нижних ползунка. Смещение. Смотрите, что происходит. Двигаем мы влево, наша фотография становится такой более холодной. А вот когда мы двигаем вправо, то у нас получается очень интересный эффект. Наша фотография становится такой тепло-изумрудной. Именно то, что у Benji. И еще один ползунок баланс, который регулирует настроение фотографии между холодным и теплым. Мы с вами баланс делаем чуть-чуть потеплее. Уведем вправо на плюс 10. Дальше, друзья, повышаем резкость на значение 75. Давайте добавим легкую виньетку. Значение уведем примерно на минус 20. Центр полностью сместим влево. Округление вправо. Растушевку вправо. Получилась легкая, еле заметная виньетка. Ну и добавим немножко зернистости. Для этого увеличим фотографию на 100%. И добавлю я зерна на значение 25, размер 25 и плавность 50. Далее, друзья, идем в самый верх. И нам осталось поиграться с температурой. И давайте посмотрим, что мы можем сделать. Так, фотографию можно сделать слегка потеплее. Температура у меня получилась 7355 кельвинов. Оттенок я уведу влево. Таким образом мы усилим нашу изумрудную тонировочку. Но не сильно, где-то, пожалуй, на минус 5. И последний штришок. Давайте зайдем в маски. Выберем здесь линейный градиент. Удерживая shift, чтобы кружок был ровный. Потащим вот сюда. Далее, удерживая кнопочку shift и двигая колесом, выбираем необходимый радиус. Можете обратить внимание на мой рисунок, либо сделать по-своему. И тем самым мы добавим легкое свечение. Тянем экспозицию вправо. Сделаем вот этот участок чуть-чуть посветлее. Буквально на полшага. 0,4. И, пожалуй, добавим в этот фильтр немного температурки. Буквально на значении плюс 10. Кликаем enter. Еще раз enter. И вот наша фотография готова. Давайте посмотрим, какая фотография была до обработки. И какая стала после. По-моему, очень интересно и именно то, что есть у Benji. Ну, у него есть разные тонировочки. Есть похолоднее, потеплее. Есть прям сильно коричневые, если вы обратите на это внимание. Но вот одну из таких обработок, мне кажется, мы очень правильно, грамотно и достаточно красиво воспроизвели. И, ребят, уже заканчивал монтаж, как решил добавить еще небольшой эпизод. Как нам эту обработку сделать еще более шоколадную, еще более кофейную, еще более коричневую. Переходим с вами в панель цветокоррекция. Выбираем общее тонирование. Далее мы видим здесь наши три ползунка. Давайте мы яркость полностью уведем в минус. И теперь просто добавим насыщенности. Наша фотография стала немного поярче, и мы ее можем отрегулировать экспозицией. И, соответственно, температуры сделать еще потеплее или похолоднее. Таким образом, мы обработку делаем более коричневую, более брутальную. Ну, на этом все, друзья. А если видео вам понравилось, подписывайтесь, если не подписаны. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, а если вам интересна такая рубрика, оставляйте в комментариях ваши предложения. И мы обязательно в следующих видео разберем какого-нибудь очередного топового фотографа и его приемы по обработке и ретуши интересных фотографий. Не забудьте перейти на мой сайт и забрать в подарок пресеты. А с вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам творческих высот. Всем добра и мира. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!